У Зауралии есть все предпосылки стать лидером Российской Федерации по производству трубопроводной арматуры. Создаваемый региональный арматуростроительный кластер будет способствовать выполнению поставленной цели. Глава региона Алексей Кокорин осмотрел производственные площади двух предприятий этой отрасли – ЗАО «Курган Спецарматура» и ОАО «Курган Сельмаш», в том числе и новые испытательные лаборатории. Для чего квастор нужен? Для того, чтобы не составлять друг другу ненужную, на мой взгляд, конкуренцию, хотя конкуренция всегда должна кооперировать и выпускать конечный продукт, используя в том числе совместную лабораторию, совместно какое-то оборудование, то, которое достаточно дорогостоящее, но оно необходимо при производстве продукции высокой технологии. Развитию ЗАО «Кластера» благоприятствуют поставленные президентом России задачи по импортозамещению, так как на сегодняшний день около 60% трубопроводной арматуры закупаются за рубежом. В настоящее время на территории области активно работают более 20 арматурных предприятий. Некоторые из них успешно выпускают эту продукцию уже более 50 лет. А в последние годы это наиболее перспективный и активно развивающийся промышленный сектор Зауралья. Мы на первом этапе на уровне правительства отстояли наш арматурно-строительный кластер. Он попал в число лидеров и далее будем двигаться для того, чтобы на федеральном уровне получать всяческую поддержку, не только моральную, но и финансовую, конечно же. В ходе встречи был утвержден координационный совет арматуро-строительного кластера. Возглавил его губернатор. От членов совета поступили предложения по созданию в Зауралье своего сертификационного центра, научно-исследовательского проектного института, а также нового индустриального парка. Обсуждались вопросы снижения энерготарифов и подготовки квалифицированных кадров для предприятий. Алексей Кокорин поручил своим заместителям в ближайшее время проработать эти предложения, подчеркнув, что от того, насколько успешно будет работать промышленность, будет зависеть благополучие всей Курганской области. Светлана Епифанова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Вот такая жесткость.